Доброе утро, мои дорогие! Сегодня у нас плюс пять. Посмотрите, уже проявились плиточки на земле. Снег тает потихоньку, в беседке полно воды. И шмячи мои тоже почувствовал весну. Сидит вон в беседке, но немножко не очень хорошо видно. Кучку такую черненькую разбудил меня сегодня в четыре часа. Пусти его на улицу, я выпустила. И потом, сколько ни звала, он не пришел. До семи часов он не пришел домой. Поел и опять на улицу. А я слышала, как он бегал по чердаку. С кем-то там дрался, я не знаю. Что-то я не вижу, чтобы какие-то у нас коты ходили по двору. Но что-то он там вытворял. Потому что топот такой очень хорошо был слышен. Вот, с беседки снег тает, текет. А мне сегодня за заказом Фаберлик, я уже выглянула на улицу туда, по которой мне надо будет идти. Там гололед. Но где машины разъездили, не вроде бы, как бы виден уже асфальт. Правда, моя подружка Таня, она меня принесла, принесла золы. И я могу, конечно, пойти посыпать. Но что-то мне совершенно этого не хочется. Потому что я думаю, что я обязательно буду потом очень грязная. Засыплю все ноги. Да и поскользать по этой, думаю, ладно, может быть, как-нибудь пройду. Поставила девочке варить себе пару картошин, потому что у меня есть селедка. Я же вам показывала, что я купила маленькую упаковочку селедки. И достала в фарш размораживаться кусочек, пока я его еще не развернула и не положила никуда, ни в какую миску, потому что все-все приморожено. И нашла еще персик или кто-то такой. В общем, какой-то фрукт тоже нашла в морозилке. Думаю, что надо, наверное... А чего это у меня включено это самое? Не пойму, почему у меня включен. Вот. Я вроде не включала. Сама включилась, что ли? Ну, и полезла в стол. Смотрю, у меня тут палочки лежат. В уходном столе лаванда, по-моему, да, лаванда. И мне так захотелось ее быстренько подключить. И чтобы пошел такой аромат на кухне. Знаете, что я сейчас делаю? Я тру капусту на терке. Я решила из фарша не делать котлеты, а сделать ленивые голубцы. Но так как капуста очень-очень жесткая, я ее решила потереть на терке. Для того, чтобы все эти штучки были более мелкие. Иначе они будут такие вот голубцы, такие рогатые. И я думаю, что пока фарш растает, я капусточки натру. Ну, и потом уже приду, когда схожу за заказом, приду. Как раз будет размороженный фарш и капуста. Да, еще надо морковку. Морковка у меня есть, ее тоже надо тереть. Все заканчивается потихоньку. Все в морозилке. Ну, и хорошо, как раз к весне уже, уже все уже там не нужно будет. Вот, потому что в морозилке у меня еще, еще у меня очень много малины. Вот, и у меня есть еще помидоры замороженные. Что у меня там еще? Фрукты тоже разные. Я так как-то морозила. Знаете, что-то очень трудно тереть. Порезать, конечно, было бы это намного проще. Но зато, зато это будет мельче. Фу, устала. Держать неудобно. Неудобно держать этот самый, вот этот качан. Нас вчера как-то так хорошо подключили. Отключили свет и подключили его раньше, чем говорили. Почему я даже еще и не успела замерзнуть. Правда, я оделась очень тепло. Я пижаму сняла. Я одела свою эту теплую тунику от Эйвен. Одела наверх ангоровую жилетку. Теплые штаны. Взяла два пледа, шерстяной и такой потоньше. Залезла под эти пледы и читала книжку. По книжке почла. Но сегодня мне уже не надо читать. Сегодня у меня вот... Есть вот другое занятие. За заказом схожу. Потом надо будет видео снять. Надо будет, чтобы вам показать. Ну вот. Видите, как листики отрываются. Отрывается. Что-то трется, а что-то не протирается. Ладно, я буду одна тереть. Хорошо? Все, натерла капусту, натерла морковку. Фарш тоже все в одной миске. Ну, что я буду раскладывать по нескольким. Все равно же будет это все вмешаться. Вот. Останется только положить сюда специи какие-то и сформировать голубцы, обжарить их и поставить тушиться. Это у меня уже будет такой обед завтра. Вот. Палочка моя горит. Аромат такой разносится по кухне. И хорошо, когда будут жариться голубцы, не будет пахнуть капустой. Обычно я не очень люблю, когда пахнет капустой. Вот. Почему они называются ленивые голубцы? Разве я мало труда приложила для того, чтобы натереть капусту и морковку? Совсем не мало. Вот. Пойду-ка я помою посуду и буду собираться за заказом Фаберлик. Сварилась моя картошечка. Я из нее сделала пюре, порезала селедку. И на десерт у меня вот такой кисель. Наверное, кто видел, подумал, почему он у меня такой вот густой, непонятный. Я не процеживала, девочки, ягодки. Я решила их не выбрасывать. Я просто сварила, потом развела крахмала немножко и залила в эту кашицу. Вот получился у меня вот такой вот густой кисель. Вот. Так что буду сейчас обедать. Как раз успеваю, потому что мне Ира с Фаберлик написала сообщение, что сегодня машина придет позже, чтобы я не приходила и не ждала. Там понапрасну, не теряла свое время. Поэтому как раз у меня еще получилось времечко на обед. Буду обедать. Ой, редко очень я вот такую вот еду ем. А вам не захотелось сейчас селедочки с пюрешком? Вы видели, когда-нибудь по телевизору показывают новую формочку для... Кто не любит толочь картошку, вот такая вот там емкость, и потом туда закладываешь картошку и выдавливаешь. Можно подумать, что только не придумают, а? Можно подумать, ее мыть не надо будет. А так взял толкушечку, потолок, потолкал. Как? Как надо сказать правильно? Добавила немножко сливок, добавила масельца. Ну и вот такая вот у меня сейчас получилась вкуснятина. Все, девочки, прибежала я уже в Суберлик. Мой фарш тоже растворился, растаял. Сейчас я сюда перчику добавлю побольше. Ну, поставила, конечно, варить кофе, потому что немножко на остановке подмерзла. Тащиться мне пешком совершенно не хотелось. Не лето, чтоб прогуливаться. И вот сейчас... Так, а что у меня тут со сковородой? Сковорода как сковорода. Сковородку я уже поставила. Сейчас я вот это вот все перемешаю. Вот. Морковку, капусту, фарш. Надеюсь, у меня получится то, что я задумала. Сковорода моя нагревается. Кофе у меня сварился. Сейчас, думаю, сначала я поставлю голубцы обжариваться. А потом уже буду пить кофе. Там у меня газетка пришла, моя советчица. В автобусе со своей Таней встретилась. С подругой. Поболтали немножко. Она с тортом. Я говорю, а что ты за тортом далеко ездила? Она говорит, а тут на рынке не было свежего. Я говорю, так надо было заказывать, как я заказывала сразу. Она говорит, а как-то не подумала. Вот. Так, не взяла я воду. Наверное, надо было в руки водичку обмакивать. О, зажаривается. Сразу нагрелась. Сколько у меня таких получится, интересно. Сколько у меня таких голубцов получится. Маленькие делать не буду. Что их маленькие делать? Взял большой, правда? И хорошо. Сейчас обшарю их немножко. Обычно я голубцы, когда делаю... Что-то у меня получается. Как-то один какой-то маленький очень. Но не рассчитала. Короче, это у меня пол пачки фарша. Что-то у меня такой один голубец. Ну, совсем малютка выходит. Как раз в серединку. Вот. Ну, и хорошо. Это когда гости, тогда надо много. А мне этого достаточно. Не стала я их перекладывать в кастрюлю. Думаю, ну что я буду только еще в кастрюлю. Залила вот так вот кетчупа. Добавила водички. Сейчас закрою крышкой. И пусть они немножко потушатся. И все. И будут у меня готовые голубцы. Все, девочки, с делами справилась. Справилась. Сейчас налила кофе в чашку. Голубцы мои тушатся. И взяла сырочек. Так заклеивают, что ай-яй-яй. И вот как его разорвать. Но никак. Только зубами. Так, пришла моя советчица. Что тут интересного? Не знаю, за что хвататься. То ли советчицу смотреть. Авокадо для сердца и сосудов. Авокадо для сердца и сосудов. Это экзотический плод. Содержит большое количество ненасыщенных жиров. Которые легко усваиваются. И способствуют снижению уровня холестерина в крови. В состав входит витамин группы В, фолиевая кислота. Соединение меди. Это один из лучших продуктов, ненасыщающих организм антиоксидантами. Чтобы поддерживать здоровье сердца, сосуды, достаточно одного авокадо в неделю. А я, девчонки, вообще его никогда не ела. Нет, ну ела как-то. Ссылать его подруги. Мне не понравился, что он очень жирный. И я его никогда не покупала. Иногда вот так прочту и думаю, надо купить. Надо сделать себе бутербродик, съесть. И что-то вот воспоминания такие остались у меня не очень такие приятные после его испробования. И приду в магазин, посмотрю на него. Тем более в нашем районе их тут нет. Есть на базаре, но говорят, их надо уметь выбирать. Потому что можно... Что мяу? Целый день сегодня на улице. Целый день. Можно вроде бы он красивый снаружи, а внутри, говорят, может быть спорченный. Дай ему. Ну пускай его. Ну пускай его. Ничего не вижу интересного. Огуречный лед от кругов под глазами спасет. Чтобы избавиться от темных кругов, при пухлости под глазами, советуем взять один небольшой огурец, очистить его, нарезать на кусочки. Выложить кусочки овоща в блендер. Добавить ложку воды, хорошенько взбить. Получившуюся смесь вылить в форму для льда, отправить в морозилку. Примерно на 4-5 часов. При необходимости массировать кубиками льда лицо, особенно область под глазами. Все это, конечно, хорошо. Вот это вот ледяные кубики. Я раньше как-то замораживала листики мяты, заваривала с кипятком, потом тоже ложила, замораживала эти кубики, протирала лицо этими кубиками мяты. Ну приятно, но девочки, если вот здесь, вот возле носа протираешь, вот замерзает нос, замерзает. И это как-то не очень приятно, потому что потом может и насморк начаться и все такое. Поэтому я как-то перестала вот эти вот кубики замораживать и протирать лицо. Ну, шмяк, шмяк этот все, только пришел. Вот чуть дождался, меня уже стоял, не в беседке сидел на столе, а уже стоял возле забора, он меня ждал. И мяу, и мяу, и мяу, и мяу, мяу, вот он, вот он, видите, сзади хвостик виляет, да? И мяу, мяу. Мяу, уже домой хотел, хотел кушать, а сейчас не ужин. Мы обедали еще только. И обед прошел, и до ужина далеко. Пожарила ему печенку, наелся, и теперь опять ему на улицу ногу. А дружочек мой, дружочек мой пирожочек, мой дружочек, мой любимчик, да, мой любимчик, мой катулечка моя, моя катулечка. Все, начинается тепло. Что, мой хороший, что, мой хороший? Начинается тепло, все, теперь выпускаю его, и он будет гулять, гулять будет целый день. Но он никуда особенно не ходит, он так выскочил в беседку, забежал, сел на стол. Хорошо там вот лежит этот самый коврик на столе, я его положила, так ему помягче, помягче и потеплее немножко. А чего там сидеть в этом там-сам, а? Дружочек мой, а, дружочек, кто ночью будет дома спать, а? Я ж не буду целую ночь себя караулить, выпускать и запускать, а? Ну, мой хороший, мой мальчик, мой сладкий, мой сладкий. Все, девочки, надо заниматься, наверное, делами. Пойду я снимать видео о заказе своем фаберлик, надо же вам показать, что же я там заказала. Все, давай, дружочек, уцепился, уцепился. Ну, давай, сладься, иди, иди туда, все. Прямо тут, я говорю, посмотрела, ничего особенно интересного нет. Газета вся мокрая, потому что на улице дождик моросит, и в почтовом ящике она вся промокла. Ужасно хочется посмотреть скорее новый каталог. Косметички тут какие-то. Я вам обязательно его полистаю, но это уже будет потом. Ни сегодня, ни сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok